Всем привет, дорогие друзья! С вами канал All About NBA. Меня зовут Антон Кузьмичев и рад всех видеть на нашем канале. Много, но подписавшихся. На самом деле, я давным-давно не выходил в YouTube и решил это сделать. Не стал я, на самом деле, вот эти, знаете, оперативные, трехминутные, беспонтовые нарезочки делать и объяснять, почему Кармел и Энтони, его приход в Лейкерс, сделают Лос-Анджелес Лейкерс главными претендентами на чемпионство. Нет, я решил сейчас спокойненько уже, знаете, на классе сесть и рассказать про самые интересные команды, переходы и в итоге сделать такую интерактивную табличку, которую вы видите в конце ролика, с моим прогнозом, моим пауэр-рэнкинг, соответственно, где и как окажутся те или иные франшизы по итогам регулярного сезона и обозначить их перспективы в плей-офф. Так что устраиваемся поудобнее и поехали. Ну, точнее, не поехали, а мы просто приземляемся в Ленойс. Чикаго, что-то Ленойс, Чикаго Буллс, по-моему, одна из самых захватывающих команд, команд, которые точно не должны быть похожи на самих себя прошлого сезона, и поэтому Чикаго это место нашей первой остановки, первый ролик будет посвящен именно им. Вспоминая известное произведение Драйзера, да, про Фрэнка Элджернона Коупервуда, великолепный сюжет, великолепный сценарий, великолепное произведение, возможно, шедевр, и именно такой шедевр, наверное, хочет воссоздать руководство менеджмент Чикаго Буллс. Подписание троих игроков, которые так или иначе котировались на рынке свободных агентов, двоих точно хотели видеть у себя в команде даже многие контендеры. Речь идет, естественно, о Лонзо Боя, о Демаре Дерозове и о Алексе Керузе. Не буду говорить про двоих и про третьего тоже, не хочу упоминать, можно на хейт нарваться, но, тем не менее, с точки зрения каких-то глобальных подписаний, ну, я даже не знаю, как можно было провести этот офф-сизон лучше. Предыстория. Заклавин. Следующим летом станет неограниченно свободным агентом. Про него мы говорим в самом конце, но, тем не менее, в прошлый сезон команда не падает в плей-ин, и вроде бы Заклавин, который чуть ли там не суперзвезда НБ, звезда НБ 100%, набирающий 27 очков в среднем за игру. Это топовый показатель, но при этом мы понимаем, что Заклавин, я хотел сказать, он не Леброн Джеймс, но мы в Чикаго же находимся, он, естественно, не Майкл Джордан. И поэтому не попадание просто Чикаго Булл в таком формате плей-ин, хотя бы в плей-ин, это просто грех, не знаю. От Чикаго, естественно, ждали большего. То есть, если мы добавим сюда, что в середине сезона к ним в команду после довольно-таки удачного обмена переезжает Никола Вучевич, и, тем не менее, после его переезда, несмотря даже на травмы, Чикаго вообще никуда не зацепились и лишь изредка показывали баскетбол хорошего уровня, это наводит на кое-какие сомнения. Естественно, все, многие претензии сразу улетают в сторону Билли Донована, но я бы так не спешил, потому что сейчас, именно в этом сезоне, ему дали карт-бланш, ему дали состав, ему дали игроков, которые должны... Ну, я просто, я сильно удивлюсь, если он будет в плей-ин, но тем не менее. Про прогнозы тоже в конце, и поэтому просто давайте пойдем по новичкам. Демар Де Розен, бывший уже игрок Сан-Антонио Спёрс, некогда бывший игрок Торонто Рэпторс, один из самых лакомых кусочков этим летом, несмотря на то, что претензии по зарплате были, ой-ой-ой, да какие неплохие. Демар Де Розен все-таки топ, да, давайте пройдемся, и, наверное, именно Де Розен и Лавин будут набирать львиную долю очков команды и составят так называемый ударный тандем. И я хочу также отметить, что, несмотря на свой возраст, Демар Де Розен точно недооценен. То есть в прошлом году, и многие аналитики это отмечали, да, Демар Де Розен показал, что он может прибавлять даже в таком неюном возрасте. 32 года, и тем не менее в сезоне 2021 в составе Сан-Антонио Спёрс Демар значительно прибавил в плеймейкинге и оформил там 6-9 ассистов в среднем за игру, что является его карьер-хаем. Про Де Розена также нужно отметить, что он такой странный парниша, да, то есть, казалось бы, мы уже в 2021 году, а парень, ну, изредка бросает 5 раз из Удоги, изредка. Потому что он является существом типа двухочковый класс млекопитающий, не знаю, как можно сказать, но, в общем, да, Де Розен хорошо использует тот мув, который был очень популярен именно на стыке веков, наверное, ближе вот так вот. Сейчас лига меняется, трехочковая эра, так говорят многие, но на самом деле об этом в телеге и описал. Трехочковая эра, она не является таковой. Потому что даже некоторые снайперы по типу, если я не ошибаюсь, Кевина Дюранта говорят, что, ну, двухочковые никогда, никогда просто не уйдут из лиги. То есть, ты видишь хорошую позицию, даже если дальняя двушка, самый неэффективный бросок, по мнению многих, но не Грега Поповича, ты должен ее бросить, и это будет куда по-еве выгоднее, чем если ты бросишь какую-то там трешку с отклонением, с неудобной позицией. Ну ладно, про Дорозена также есть немаловажный факт, который, мне кажется, очень важен, и очень важен именно в Чикаго, то, что Демардо Розен сезона 18-19 является третьим самым эффективным игроком НБА в изоляциях. Третьим самым эффективным игроком в изоляциях, то есть в игре один в один. То есть, когда четверо твоих сокомаников уводят других защитников, ты остаешься лицом к лицу со своим оппонентом. Лучше него только в этом компоненте игры Стэв Карри и Джеймс Хардон, который нередко, кстати, Вайза юзает трешки, поэтому эффективность именно от количества бросков, я думаю, лучше и выше у Демара, но об этом уже не так. Почему это важно? Да потому что вряд ли Зак Лавин, даже с приходом Лонзе Болла, номинального разыгрывающего, отдаст свой мяч. И Зак Лавин, ну, может быть, за редкими атаками, проценток в 10 просто сунят так, что надо забивать, а обычно это просто банальное перемещение. Естественно, Зак Лавин, который условный поингард, но на самом деле является дефолтом атакующим защитником, не создав тебе пространство для броска. Поэтому, если Демардо Розен получит этот мяч условно на 14 секунд владения, за 10 секунд он способен Вайза решить. И это как раз-таки сочетается с тем, почему Де Розен в Чикаго это довольно-таки органично. Про недооценку Демара Де Розена тоже стоит сказать, и она, мне кажется, складывается из очень простых вещей. Так как мы живем с вами не в Стивен-Эй-Смитовской какой-то планете, мы живем в России, не так много у нас на самом деле источников, где просмотры относятся, один вы, кстати, знаете. Но матчи Сан-Антонио... Если вы посмотрели более трех матчей Сан-Антонио в прошлом сезоне, то вы фанат Сан-Антонио. Если посмотрели меньше трех, то вы обычный фанат NBA. То есть мы просто не смотрим с Перс. Я об этом писал, да, что с сезона 14-15 чемпионского у САС не осталось ни одного игрока еще той команды после ухода Патти Милсы. Мы просто не смотрим игры с Перс, а про Торонто это тоже такой блиг, да. То есть вроде бы они были где-то наверху, но мы так небрежно говорили, ну, возможно, возможно, но тем не менее потом просто они нарывались на Леброна и хана. Даже после всего этого, да, вот Демар Дрозен зацепилось очень много прозвищей, например, Чок Розен там, ну и так далее и тому подобное. То есть действительно в карьере Демара были провальные отрезки именно в сериях плей-офф. Торонто лишь после его ухода там завивали не только титул, но и за таргетили суперзвезду Кавайа Леннерда, после чего, возможно, появилась какая-то фан-база даже в России этой канадской команды. Накидал я, к слову, уже довольно-таки спорных утверждений, но после всего этого я все еще хочу представить еще одного новичка команды Лонзо Болл. Про Лонзо я уже много говорил именно в предыдущих роликах, к слову, да. По мне, так, это один из самых ценных активов 23-летний, разыгрывающий, который в отсутствие Брэндона Инграма и Зайана Уильямсона в прошлом сезоне начал набирать просто дикие цифры. То, что, ну просто нельзя не отметить, это несмотря на то, что Лонзо, приходя в лигу чуваком, который просто не умеет бросать из-за дуги, в этом, точнее уже в прошедшем сезоне, оформил 39-7% из-за дуги с получения, то есть catch-and-shoot бросок. И это также важно. Многие это связывают результатом его сотрудничества с Фредом Винсоном, который на должность ассистента в Pelicans является условным гуру по броскам. Факт остается фактом. Болл сейчас представляет некую угрозу на дуге и не только угрозу, будучи с мячом. Хотя, естественно, если говорить тупо про цифры, то для того, чтобы Лонзо там условно делал 20 плюс 10, ему нужен мяч. Я при этом не уверен, что Зак Лавин расстанется и уронит свой юзш рейтинг до ниже 30. То есть я даже скажу вам наоборот. Наверное, такие отметки будут, что у него, что у Дерозна. Поэтому роль и функция Лонзо будет немножко ограничены именно его игрой в защите. И это очень и очень важно. Ни для кого не секрет, кто смотрит там Лигу 1, 2, 3, 4, 5 лет, что Зак Лавин вообще считается ужасающим защитником. Мы несколько раз видели, как его попросту унижали. Пусть, ладно, это можно вырезать. То Дерозен просто там не выкладывается и как бы тоже является защитником ниже среднего. Поэтому Лонзо Болл, чувак, который, ну, без всяких там совершений, давайте скажем, что он может закрыть позиции с своей антропометрией 1, 3, является хорошей такой предпосылкой для того, чтобы он улучшил Чикаго прямо здесь и прямо сейчас. Также не забываем, что Лонзо это хороший плеймейкер. Действительно одаренный с точки зрения вывода партнеров на открытую дистанцию. Я надеюсь, что в следующем сезоне он будет получать свой тайминг без Лавина. Возможно, с Дерозным, но без Лавина, чтобы мы видели хоть какие-то более-менее осознанные мотивы и атаки. Про защиту, к слову, вообще можно завести уже отдельный разговор. Пока я не представил третьего новичка, давайте туда и окунемся. Проблемы Лавины и Дерозна не исчезнут. Вуч, возможно, закроет рост. Это повлечет, естественно, с собой очень сильные проблемы при игре против команд, которые заточены на скоринг на позициях 2-3. А таких команд очень много. Размены также не станут приоритетной стороной Чикаго. Пожалуй, там, как я говорил, лишь Лонзе способен защищаться на 1-3, и Патрик Уильямс способен закрыть несколько позиций. Остальное это просто тотальный эпик. То есть вы представляете в размене Николу Вучевича? Я вот думаю, что уже если он опустит до трешки, то это будет огромный мисс-матч, как говорят на нашем портале nb.ru. Не зря же Джабари Паркер, да, в 2018 году, подписываясь в Chicago Bull, сказал, что здесь не платят за защиту. Да, они не платят игрокам защиту, но если прям точную цитату сказать. Защитой точно будут проблемы, но атака какая же она, черт возьми, может быть вариативной? Если Чикаго не оформят топ-10 по оффрейтингу в сегодняшнем сезоне, то у меня появятся серьезные претензии к Билли Доновану. Физрук? Yes, of course, yes, of course, конечно же. Про Патрика Уильямса я уже сказал, да, это хороший пик прошлого года, очевидно, который дает буст защите и прибавил именно в создании пространства Леброска себе. А ведь ему, кстати, исполнится лишь 22 года. Про Вучча также много недосказанного, ситуация, пожалуй, хуже, чем с Дерозеном. Николя просто всю карьеру провел в андеграунде, это не Метро, это Орландо Мэджик. Следующий сезон, наверное, возможно, станет кульминацией его карьеры. Да-да, нет-нет, кто ты, кто ты, звезда или просто хороший центровой. Ему еще точно нужен БК, поэтому мы все еще наблюдаем за рынком свободных агентов. То есть, как бы, проблемы в защите на бумаге, они видны не вооруженным взглядом, поэтому я ожидаю 1-2 подписаний. И в одном из них, возможно, мы увидим Кема Бирча, это Дэвиса, Бисмка Биомба на подмену Вучевичу. Возможно, Фелисию, да, все-таки не буду там особо креативить. Но, тем не менее, я думаю, без каких-то эдонов всерьез воспринимать Чикаго в следующей зоне будет тяжелее. Ну и напоследок, Алекс Карузо. Да, несмотря на то, что Алекса поймали с марихуаной, мы все еще его любим. Это действительно не только качественное усиление, но и, можно сказать, не только мемное усиление. Это действительно плюс медийка, потому что Алекс любит, как вы поняли, не только в России, но и в США. И действительно, некая фан-база все равно переедет в Чикаго. По игре это хороший контракт, то есть, такой рыночный контракт, крепкому бенчеру, который явно не испортит ситуации. В атаке, во-первых, время Карузо будет ограничено именно игрой против ролевиков, скорее всего, другой команды. В атаке это зачастую бросить с получения из-за дуги, либо какие-то силовые проходы, ну что бывает куда реже. Ну а в защите Алекс Карузо является одним из самых крутых профильных игроков, и поэтому с этим проблем нет. Он точно не ухудшит ситуацию, да, скорее даже, наоборот, будет таким значимым звеном ротации именно со скамейки. Ограниченная, естественно, роль, но в целом, в целом подписание приятное. Чикаго поставили Ол-Им. Для трагичности ситуации опишем, что за Вучевича они отдали три пика первого раунда, одним из которых, кстати, стал Фрэнс Вагнер, да, про которого вы уже, наверное, слышали. Обменяв Дрозена, Буллс избавились также от выборов в первом раунде в 25-м или 26-м году, и поэтому на драфт в первом раунде, если не будет никаких обменов, они выйдут лишь в 27-м году. Важная ситуация также с Заком. Лавин станет неограниченным агентом, о чем я упоминал в начале ролика. Я думаю, что он им не станет, и краски стороны, скорее всего, сейчас ведут какие-то переговоры об обмене, потому что, во-первых, он может стать локальной легендой клуба. В зависимости от результатов. Не Майклом Джорданом, но Заком Лавином. Во-вторых, получить больше бабок про эту историю уже, ну, я даже оставлю, если хотите, ссылочку внизу, где можете почитать, почему игрок, который остается в команде, получает там, условно, на десяток миллионов больше в пересчете на 4 года. Ну, и, в-третьих, он должен понять толерантность к руководству, которое пошло к ним навстречу и далее конкурентный состав. Подытожив, мы стали забывать, ребят, что Чикаго – это команда с реально большого рынка. На самом деле, Чикаго – это самый узнаваемый бренд в NBA, то есть они, если я не ошибаюсь, я где-то читал месяц назад, куда более узнаваемые, чем Лос-Анджелес Лейкерс. Ну, не куда более, а просто более узнаваемые. Естественно, это синдром, не знаю, Ласт Дэнса, Майкла Джордана, Скотти Пиппина, Денниса Роддмана, но тем не менее. И вот теперь у Билли Нонана появился шанс сделать не только бренд узнаваемым, но и именно команду, именно стиле игры. Есть интересные личности, на бумаге они выглядят командой твердого уровня плей-офф. Ну, и как интерактив, который я вам обещал, я решил составить виртуальную таблицу NBA следующего сезона, где я вижу Чикаго на данный момент. Она у вас где-то вот тут, наверное, высветится. Плей-офф, ну, думаю, что тут не надо нам переусердствовать. Явно Чикаго вот этими усилениями не стали контендерами, то есть теми, кто поборет за титул. Но, тем не менее, команда твердого первого раунда и, скорее всего, которая поборется в случае приятного жребия за второй. То есть нельзя так уже. Поэтому последний раз они там были пять лет назад. Последний раз Чикаго Буллс, которые на что-то претендовали, это еще при Тибоде, где Дерек Роу зажигал, когда он стал MVP. Сейчас вряд ли мы увидим что-то, чего-то подобного, но почему бы и нет? Может быть, Патрик Уиллер сейчас станет, не знаю там кем, вторым Кавайем Леонардом. Кто его знает? Но при этом хорошее межсезонье. Я бы поставил 4 с плюсом. И будет интересно за ним наблюдать. Ну а те улды, которые болеют и фанатеют за Чикаго условно с 90-х, им явно будет смотреть баскетболом интереснее в этом году. Всем спасибо за внимание. Подписывайся на наш канал. Опять же, следующий ролик выйдет, наверное, через 2-3 дня. Может, через 1-2 дня. Любую реакцию вашу пишите. И давайте в комментариях, что вы думаете о трансферной кампании Чикаго Буллс в 2021 году. В общем, всем пока, до скорых встреч и еще увидимся, скорее всего.